Здравствуйте! Сегодня тема будет интересной. Дело в том, что за всеми этими событиями, как то кроукусы и выборы, у нас не особо освещалась история с выходом постановления правительства от 18 марта 2024 года. Вместе с тем, данное постановление устанавливает очередные поблажки для застройщиков за счет дольщиков. То, что мы видели в пандемию, у нас была защита, когда дольщикам фактически отменили возможности взыскания части требований. И сейчас уже вне рамок пандемии, вне рамок каких-то других еще процессов, у нас выходит постановление. От 18 марта 2024 года номер 326. Значит, с момента вступления данного постановления у нас не начисляются неустойки пения по договорам долевого участия, согласно статье 6, до 31 декабря 2024 года, то есть до конца 2024 года. У нас определение размера убытков происходит, исходя из текущей ключевой ставки Банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, но не выше ключевой ставки Центрального Банка, действовавшей по состоянию на 1 июля 2023 года. Если не ошибаюсь, это 7,25 или что-то такое. То есть все вот эти колебания до 20, они никоим образом не учитываются до, получается, 31 декабря 2024 года. Значит, у нас настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования. И вроде как он уже опубликован, этот документ, и у меня исполнен с электронной подписью. То есть, в принципе, с этим постановлением и его опубликованием все хорошо. Что на самом деле происходит? На самом деле происходит то, что достаточно суровый 214 закон у нас уже не первый год изменяется документами правительства Российской Федерации. И фактически дольщики лишаются своих законных, установленных этим законом, прав по взысканию. Все это делается под флагом помощи застройщикам. Но помощь этим застройщикам оказывается при условии, что застройщики регулярно поднимают цены. То есть, если бы это было какое-то взаимное движение, когда застройщики морозят свою ценовую политику и в ответ на это они получают эти льготы, было бы логично. А сейчас, это не первый год, уже происходит в одни ворота. И дольщики, в общем, фактически лишаются своих прав на взыскание. И застройщики в ответ ничего не делают, кроме того, чтобы поднимать цены. Но на самом деле, если застройщики не могут выжить без того, чтобы заморозили взыскание неустоек, то логично бы было им как-то двигаться навстречу. Но сейчас ситуация зашла до такого уровня, что даже льготной ипотеки людям уже не хватает на приобретение объектов недвижимости. Поэтому те движения, которые у нас предпринимаются, по заявлениям наших правителей, мы построили больше всего жилья за всю историю, включая историю СССР. Но вряд ли в СССР были такие недоступные цены на эти объекты недвижимости. Тем более, что в СССР, в принципе, собственность начинала появляться в 80-х, с момента появления ЖСК. О чем, кстати, я писал в статье «Жилищная политика Российской Федерации» есть на нашем сайте. Может быть, ссылку я приведу. Вот, поэтому, ну, поздравляю всех, у нас новое постановление, новые льготы. Но, к сожалению, для застройщиков. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok